Поваленные, вырванные с корнем деревья, разрушенные лесные делянки. Ураган прошел, последствия остались. С 6 на 7 июля в ночь на Ивана Купала на Брещину обрушились сильный ветер и ливень. Больше всего от стихии пострадали три лесничества – Брестская, Меднянская и Муховецкая. Там, где был лес, появилось поле, говорят лесничие, подтверждая. Такой силы ураган проходит не так часто. С природой не поборешься, нужно устранять ее беспредел. Оценив нанесенный вред, лесничие проводят на одних территориях выборочные санитарные рубки, на других – сплошные. И помогает им в этом непростом деле специальная техника. Разбираем буреломы. Сами видите, что работа очень затрудненная в таких условиях. Ну, стараемся, работаем. Поврежденные участки следует убрать в сжатые сроки, чтобы древесина не потеряла качество. Ведь она – древесина, материал дорогой, потому задача – переработать сырье на предприятиях по максимуму. Итак, есть три составляющих – убрать, распилить, продать. В помощь – специализированная техника. В зависимости от мощности машины заготавливают от 70 до 150 кубов древесины в день. Метод эффективный, но есть в лесу некоторые участки, где разобраться с захламленностью может только специально обученный человек. Пострадавших в территории много, а потому работы хватает всем. Площадь сплошных санитарных рубок на данный момент, практически обследованные уже все насаждения, составляет где-то около 60 гектаров. В основном повреждены хвойные насаждения, которые на данный момент уже в разработке. В зависимости от наклона, если дерево выверено или сломано, это понятно, оно подлежит уборке этого дерева. Если наклоненное дерево, оно тоже практически подлежит уборке, потому что в будущем, когда снег будет, оно точно так же либо поломается, либо вывернется дерево. Поэтому лучше его сейчас убрать, чтобы потом повторно не приходить к рубке. Санитарная уборка леса проводится на протяжении всего года. Такой мониторинг обуславливается тем, что в лесных массивах иногда накапливаются заболевшие или поваленные деревья, бытовой или строительный мусор. Все это необходимо убирать, чтобы не было распространения вредителей и захламленности. В нашем лесхозе этой работой занимаются на месте в лесничествах лесники, мастера, то есть работники самого лесничества. Это их непосредственные обязанности. Также лесники осматривают свое владение и определяют, какие деревья нужно удалить, какие больные. Говорят, дважды в одну воронку снаряд не попадает, но эта поговорка не работает в случае с ураганом. Мы никогда не знаем наверняка, что готовит для нас погода. Но, как утверждают специалисты Брестского лесничества, утерянный лесной фонд обязательно будет восстановлен. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.